Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, делай это. С вами Ким. И я сегодня хочу поговорить о новом событии, в котором есть новый муравей. Оно уже идет, у нас это событие. Берег после отлива называется. Идет уже второй день. И здесь мы поднимаем вот такие мелкие кораллы для того, чтобы открыть вот призы. Такие как краб, после чего мы получаем вот такие очки в виде звезд. Ну и соответственно раковины, как все знают, которые можно поменять в коллекции ракушек на определенные призы. Если в них зайти, мы можем увидеть при сборе определенного количества ракушек, мы можем получить определенные виды призов. Ну это и так всем понятно. Ну а что же у нас с новым спецмуравьем? Давайте зайдем в магазин очков. Мы видим то, что этот спецмуравей выглядит таким желтеньким цветом. И вот называется черно-желтый паук-муравей. Он муравей-стрелок ближнего боя. Очень крутой. Как нам его преподносят разработчики. Давайте перейдем сразу. Я открою три боевых навыка и подробно так о них расскажу. Вот один из боевых навыков, который... Когда его отряд находится на передовой, защита увеличивается на 75%. И каждый раунд имеет 100% шанса стать невосприимчивым к первому урону, полученному в каждом раунде. Это очень круто, потому что... Этот получается муравей, то есть его бьют, а он держит удар в защите очень достойно. Давайте посмотрим следующий боевой навык. Это навык при 60% шанс нанести 250% плюс уровень специального муравья, помноженный на 1%. Урона на задней линии противника. В то же время наша задняя линия получит эффект пробуждения, чтобы быть невосприимчивой к эффекту управления. Ну, тут разные приводы. Тишина, разоружение, подавление, сбивание с толку. Как вы видите, безмолвие, безоружение. Ну, можно по-разному перевести. Который длится в течение одного раунда. Это тоже здоровский навык, который спецмуравьей обладает. Дальность действия 3, как мы видим. Так, ну и у нас боевой навык 8, в котором мы видим, что начиная во время боя, урон, наносимый всем нашим отрядом стрелков, будет увеличен на 35%. Начиная с четвертого раунда, 40% урона, наносимого в нашей задней линии, будет преобразована в силу отряда нашей передней линии. Вот. Конечно, это очень круто. Ясно видно, что этот специальный муравей является защитным, который может быть размещен на линии фронта. А 100% иммунитет к урону, упомянутый во втором навыке, буквально невосприимчив к полученному урону самому себе. Между тем, согласно эффекту восстановления восьмого навыка, можно подтвердить, что антиатакующая способность этого специального муравья должна быть очень мощной. В дополнение к своей невосприимчивости, он также может снять дебаф полученной задней линии, чтобы убедиться, что задняя линия может выводить более стабильно. И это очень крутая заявка на контрольный тип спецмуравьев, который он может поспорить с ними. Поэтому, конечно, удовольствие такой не из дешевых приобрести его, но тот, кто его получит, достойно будет сражаться, быть и в топе. Так, ну мы в этом событии не будем стараться его взять, так как у нас нет вот этого богомола чертов цветок. Мы постараемся взять это дикое существо, чтобы у нас был комплект. Так, комплект у нас мы видим, давайте посмотрим. Вот я его уже обнулил обычного богомола, он у меня без дополнительных левелов по развитию, и я с него буду переводить звезды. Звезды можно перевести, вы знаете, как большую функцию, обмен звезд, ну и соответственно мы туда поставим этого богомола и обменяем ему на звезды. Для этого нужны ферменты обмена звезд, и тогда у нас новый богомольчик будет 10 уровня. Сначала я хотел им пожертвовать, чтобы сделать краба, но получается как получается. Хочу остаться с четырьмя топами дикими существами. Так, в принципе, все, что хотел, рассказал о новом муравье, который вы видели. В испытании краба, при получении краба, можно получать дополнительные очки, сражаясь с крабами. Давайте я вам покажу. Сейчас мы закончим наш ивент. Ивент заканчивается по сбору. Сегодня у нас вторник, и идет сбор ресурсов. Давайте мы снимем со сбора. Получим, я надеюсь, 9 ракушек. Так, смотрим, да, 9 ракушек получили. Я не гонюсь за топ-1 рейтинга. Мне достаточно взять районные награды в виде 9 ракушек, чтобы получить необходимое количество... Давайте я покажу останки существ, которые мы будем использовать завтра в эволюции. Вот это самое главное. Поэтому это очень важно. Их надо получать ежедневно. Открывать 9 ракушек, чтобы быть, как говорится, в тренде. Ну и давайте, как я говорил, вызовем 5 раз. Сразу вот кнопка у нас есть. У нас имеется 5 крабов. Любого можно вызвать. И посмотрим, как сражается огненный краб скрипач против нашей страны. Вот выбежало 6 наших муравейшек. И что мы видим? Мы видим то, что наша страна проигрывает. Нифига себе. Раунд 2. Как так? Боевой дух. Огненный краб скрипач. Он так легко сражается против нас. Просто в щепке нас разносит. Может из-за того, что у нас Т-1 муравьи. Давайте. Так, боевые призы. Мы проиграли. Ё-моё. 305 получили. Это минимум. Так, 605. Так. 65 плюс 65. Это 130. 230. Да. Мы получили минимум. А почему? А потому, что мы играли обычными спец муравьями. Ну, носителями. Так. Вот эта задачка. Да. Промахнулись мы. А если мы поставили бы девятый усиленный, то мы бы победили. Вот так вот. Так что будьте внимательны всегда, глядя на это видео, что Т-1 могут проиграть. И тем самым вы заработаете меньше вот этих очков из звезд. Проходим это быстро. Получаем свои награды. Максимальные очки. Тут краб послабее. Его попроще вынести. Вот таким образом. Так. Ну и что у нас? За два дня мы накопили 2211 очков. Но этого недостаточно для того, чтобы взять этого богомала. Ну, событие еще идет 4 дня, поэтому надо копить. Значит, вот эти звезды. Вот такие дела, ребят. Все, что хотел, рассказал. Подписывайся на канал, кто это еще не сделал. Ставь лайки. Жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Ну, а с вами был Ким на канале Делает, то, Делает. Всем пока. До скорого. Пока.